здорово народ вы на канале volkswagen беларусь за последние десятилетия не умолкают споры сторонников автоматической и механической коробок передач но за это же время технологии так далеко шагнули вперед что сейчас сторонники только автомата не могут определиться какой из видов автоматической коробки передач им предпочесть и в этом ролике мы разберемся какие разновидности автоматов существуют поговорим об их особенностях и отличиях должно быть очень интересно погнали итак для начала давайте усвоим существует три основных вида автоматической коробки передач устанавливаемых на автомобиль это классическая она же гидравлическая роботизированная и вариативная заметили да просто на новый год подарили новый кожаный брелок таус с гравировкой очень нравится реально крутая вещь это первый из появившихся типов коробок автомата отличается полным отсутствием какой-либо связи между двигателем и колесами состоит из гидротрансформатора зубчатых и планетарных передач передаточное число меняется изменением давления масла и различным соединением передач между собой но у volkswagen есть муфта которая на больших скоростях обеспечивает механическую передачу крутящего момента на коробку передач существуют универсальные буквенные обозначения режимов работы автомата вообще есть пять основных режимов которые вы можете встретить почти во всех автоматических коробках передач о них и поговорим итак режим п это парковочный блокировщик ведущих колес ну или паркинг важно понимать что блокировщик находится в самой коробке и работает независимо от ручного стояночного тормоза в любой машине есть ручник здесь он электрический и вот он никак не связан с режимом п режим r включение заднего хода автомобиля тут есть очень важное правило которое следует соблюдать этот режим не должен включаться до полной остановки автомобиля автомобиль остановился включили r поехали назад режим n ну или нейтралка включается при краткосрочной стоянке или буксировки автомобиля на небольшие расстояния режим d это полное движение автомобиля вперед где используются все ступени кроме повышенных и режим l это пониженная передача для движения автомобиля в сложных дорожных условиях это основные режимы которые вы можете встретить почти во всех гидравлических автоматических коробках передач но часто производители добавляют дополнительные режимы которые облегчают управление автомобилем в различных условиях последнее по времени появления разновидность коробки автомат по своей сути это механическая коробка под управлением робота соответствую определенным алгоритмом робот отключает сцепление переключает передачи в этом случае водители автомобиль обеспечивают только входящие данные без непосредственного воздействия на механизм переключения передач роботы могут быть электрические или гидравлические гидравлические осуществляют работу с помощью гидроцилиндров управляемых электромагнитными клапанами они достаточно быстрые но и весьма энергозатратные и этот робот основной для машин спортивного типа ну примерно вот так электрические роботы более медленные но и более экономичные в своей работе используют сервомоторы и различные механизмы ну соответственно зачастую устанавливаются на автомобиле бюджетного типа существуют роботизированные коробки с одинарным и двойным сцеплением второе название по которому можно определить тип коробки по документации на автомобиле звучит так continuously variable transmission работает по принципу плавной передачи крутящего момента двигателя колесом как таковые передачи в ней отсутствует а передаточное соотношение меняется либо автоматически используя заданный алгоритм либо в ручном режиме наиболее распространены коробки с клино ременным строением вариатора изменение передаточного числа в них передается между двумя состоящими из конических частей каждый шкивами с помощью специального ремня ремень также называют цепью из-за того что основные его элементы это металлические полосы необходимое давление для движения цилиндров нагнетает масляный насос он качает специальную отрыв жидкость который здесь также выступает в качестве смаза второй тип вариатора тороидные в этом случае усилие передается через тороидные ролики зажатые между валами и расположенные на одной оси такой тип используется крайне редко но любопытно что у этой автоматической коробки есть возможность включения ручного управления в этом случае водитель сам переключает передачи и это отображается на панели управления но не стоит думать что вам удастся долго держать обороты в красной зоне автоматика просто не даст этого сделать но и заглохнуть при их недостаточном количестве не получится сейчас мы находимся в очень важном месте это сервисный центр volkswagen здесь оказывают услуги по ремонту и сервисному обслуживанию новых автомобилей и автомобилей с пробегом в работе используют специальную диагностическую технику качественные материалы комплектующие инструменты ну и само собой здесь работает высококвалифицированный персонал именно с этими людьми я пришел пообщаться чтобы еще больше узнать об автоматических коробках передач пойдемте итак я проконсультировался со специалистами сервисного центра volkswagen изучил этот вопрос и мы составили список плюсов и минусов автоматической коробки передач начну с преимуществ классики гидравлическая коробка автомат имеет высокий эксплуатационный ресурс намного превосходит механическую коробку в экономичности и скорости переключения считается самой комфортной из трансмиссий без проблем переживает пробуксовки во время движения нет отката в момент старта движения одинаково хорошо работает на любой скорости благодаря отсутствию связи с двигателем на него не передаются удары и вибрации что увеличивает его общий ресурс возможно эффективно задействовать торможение двигателем если говорить про робота то можно отметить следующие преимущества дешевизна производства быстрое переключение передач самое быстрое ну и экономичность у вариатора можно выделить следующие преимущества всегда оптимальный режим работы двигателя обеспечивает максимальный комфорт при вождении нет толчков задержек рывков экономичнее чем гидравлическая коробка автомат это весьма весомый аргумент ну и достаточно простая конструкция а теперь поговорим о минусах автоматической коробки и начнем с классики в первую очередь это дороговизна производства что увеличивает общую цену автомобиля риск поломки по сравнению с механикой намного выше динамические свойства автомобиля его кпд напрямую зависят от удачности конкретной модификации коробки и года ее создания коробки более ранних выпусков увеличивали расход топлива и снижали динамику совершенно невозможно завести машину с толкача поскольку необходимо давление масла в системе и работающий масляный насос а теперь поговорим о минусах коробки робота при агрессивной манере вождения возникает дискомфорт в управлении неустойчиво к пробуксовкам в начале движения нужно быть готовым к небольшому откату часто возникают задержки при приключении передач некорректно работает при ошибках во время вождения более низкий ресурс чем у классического типа при пересадке с другого типа кпп может потребоваться период адаптации процесс подстройки стиля вождения ну и минусы вариатора это дороговизна производства затратные ремонт и обслуживание по сравнению с гидравликой обслуживание нужно проходить в два раза чаще плохо сочетается с мощными большими двигателями мощнее 200 лошадиных сил увеличивается износ ремня может некорректно работать в случаях пробуксовок или перегрева могут возникать проблемы в работе компьютерной системы управляющей трансмиссией само собой как и в любом вопросе для всех коробок найдутся свои плюсы и минусы ну на мой взгляд наличие различных типов автоматов позволяет водителю подобрать коробку под свой автомобиль и стиль вождения если автомобиль с прицелом на большой пробег идеальный гидравлический вариант водители малолитражек и седана выберут вариатор ну а для обладателей спортивных автомобилей идеальным вариантом будет коробка робот с двойным сцеплением давайте обсуждать коробки автомат в комментариях ну конечно же подписывайтесь на канал volkswagen беларусь и про пальц вверх не забудьте совсем скоро мы увидимся пока volkswagen